За моей спиной дом-призрак. Он построен в далеком 1982 году для работников завода «Искра». Тогда, по словам старожил, проблем с благоустройством не было. Вот уже 15 лет дом кочует из одной организации в другую. Каждый обещает решить многолетние проблемы. Вот только со временем их становится все больше. Общежитие разрушается буквально на глазах. Оно перенесло пару пожаров, потопов и других катаклизмов. Последствия сохранились до сих пор. Гарь на стенах, открытая проводка и неисправная система коммуникаций. Последний капремон был сделан в 2015-м, но глобальные перемены решить не смог. Ну как вот, раньше жили как люди. Ничем не хуже других, как кто во дворе живет, чьи дома были. Нормально жили. К искре относились. «Искра» как-то что-то делала. А сейчас вот я даже не знаю, какие компании у нас меняются, то и дело. И какой мы принадлежим компании, не знаю. Никто на нас не смотрит, никому не надо. Может, жизнь такая надо. Крик о помощи разлетелся по всем социальным сетям. Люди даже создали отдельный аккаунт, где делятся тяготами судьбы, чтобы хоть кто-то обратил внимание на проблему. Зимы здесь ждут с опаской. Подъезд превращается в сплошную глобульда. А в этом году еще и коммунальщики не торопятся открывать отопительный сезон. Холодно. Сцены в плесени у нас. Очень холодно. Вот болеет постоянно. Ужасные условия. Не помыть, не разденешься, все время в одежде. Холодно. Собрав волю в кулак, людям все же удалось обратить на себя внимание. Алексей Русских своими глазами увидел условия, в которых вынуждены жить люди в эпоху. Градостроительство, программ переселения и софинансирования из федеральной казны. Надо менять здесь однозначно всю систему розлива. Это порядка 400 метров погонов трубы. Мы не будем ждать сегодня новой проживающей компании, пока она уберется с документацией. Силами городского предприятия сплассируется. Мы сплассить, мы сегодня заходим и приступаем к работе непосредственно здесь. Указания городские чиновники получили. Срок выполнения – конец текущей недели. Что до управляющей компании подано заявление в прокуратуру за ненадлежащее выполнение обязанностей. Стоит вопрос и вовсе о лишении лицензии. Есть недобросовестные управляющие компании, которые проводят подготовку к зиме, вот таким образом отчитываясь на бумагах и показывая, что работа выполнена. Государственным жилищным надзором принимаются меры, в том числе исключение из лицензии управления. Это полностью отключение, исключение лицензии на управление на квартирными домами. Обещают решить проблему и с капремонтом. До конца этого года начнут шкурить и шпаклевать. В следующем продолжат. А пока в ожидании горячих батарей люди греются с помощью электричества. В ход идут масляные радиаторы, грелки и переносные ветродуйчики. Напряжение на электросеть настолько сильное, что постоянно выбивают пробки. Вот и выбирай, жить без света или без тепла. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Управда ТВ.